Всем привет! Как у вас дела? Меня зовут Дэна. Я Андрей. Да пофиг. В смысле пофиг? Ребят, я хочу вам сказать, что вы прямо сейчас поставили лайк. Дурак. Ты что сделал? Ты что камеру разбил? Блин, что же тебе маме сказать? Слушай, а давай у зрителей спросим. Зрители. Блин, что мне маме сказать? Да, и слушайте, давайте вы хоть лайк за это поставите. Тысяч, две, три тогда? Да, и напишите в комментариях, что нам делать. Как нам маме признаться. Как вы тут занимаетесь? Черт. Я сейчас полицию вызову, уходите отсюда. Ребят, о продолжении в телеграм-канале Берта. Пошел он! Спотина, а ты что делаешь? Ребята, о итоге конкурса плюс бэкстейдж с этого ролика вы можете найти в моем телеграм-канале. Все, скоро там выйдут. Богатый в СССР против богатый в 2022. Продукты, богатый в СССР. Давайте мне сотню килограмм мяса, два мешка сахара, 30 килограмм конфет и шесть палок колбасы. Но у нас нет столько. Во всем Советском Союзе нет столько продуктов. Ну тогда просто бухонка хлеба. Хорошо. Богатый в 2022. Сейчас купим три бигмака, шесть картошек фри и три колы. Как в старые бедные времена. О! Ну ладно. Здравствуйте. Можно, как всегда, 10 банок черной икры? Она сейчас немного подорожала из-за санкций. Да ничего страшного. Сколько с меня? 17 миллионов. 25 тысяч за хлеб! Что за цены? Традиции богаты в СССР. Каждый год в один из дней мы помогаем бедным. И сегодня как раз тот день. Дорогой, я купила все необходимые продукты. Тут гречка, хлеб, молоко и даже зубной порошок. Я обязательно передам. Держите. Ну все, спасибо. Пока ты в 2022. Каждый год в один из дней мы помогаем бедным. В этом году мы поможем себе. Покупки богаты в СССР. Так, с вас 200 рублей. Ну ничего себе цены. Упасть не встой. Сейчас на улицу выйдете, направо повернете и там ваш товар. Да, в этот раз всего лишь один грузовик еды. Подождите, что? Еще и грузовик забирайте. Ладно, так еще нормально. Богаты в 2022. Так, значит, тебе, значит, 3 квартиры в Москве, значит, и 2 доллара, значит. По карте. Ну, значит, на улице, значит, направо повернете, значит, и там свой товар, значит, получите. Понятно, значит? Богатый в СССР против богатых в 2022. Все же знают, что YouTube закрывают. Нет! Видимо, уже закрыли. Ребят, пока вы со мной, вам срочно нужно перейти в мой телеграм-канал. Если YouTube закроют, от моих 400 тысяч подписчиков останутся только 400, которые подписаны на мой телеграм-канал. Я прошу вас подписаться. Давайте сделаем хотя бы 10 тысяч подписчиков. Ребят, пока вы не подпишетесь, и там не будет 10 тысяч, я так и буду вам надоедать. Поэтому обязательно прямо сейчас переходи по ссылке в описании. Кстати, там я регулярно общаюсь с вами. Вот недавно мы выбирали тему для видео. Или вчера я играл в Майнкрафт со своими подписчиками. Поэтому ты сейчас упускаешь свой шанс пообщаться со мной. Там я рассказываю все, что не рассказываю на YouTube. А давайте так. Я разыграю там свою старую камеру. Но только на 10 тысяч подписчиков. Подписывайся. Итак, часть третья. Как снимать в TikTok? Запрещенный товар. Богатый в СССР. Ну что, забрал? Тсс, из КГБ услышит. Давай в туалете почитай. Давай. Булгаков, третье издание. Богатый в 2022. Ты принес, Мак? Принес. Давай. Обожремся как свиньи. Да-да-да-да. Машина. Богатый в СССР. Здравствуйте. Созванивались недавно. Да. Ну что же. Вот ваш ВАЗ-2105. Новая максимальная комплектация. Еще и диски модные. Ладно. Поговорили. Беру. Богатый в 2022. О, а вы машину продаете? Да. ВАЗ-2105. Верно? Конечно, конечно. А какая у нее комплектация? И это все? Ой, извините, сейчас. Минимальная комплектация за твои 50 тысяч рублей. Даже доллара нет. Работа. Богатый в СССР. Ну что, принес документы на подпись? Да, держите. Мы выведем этих конкурентов по продаже колбасы. На чистую воду. Согласен. Их предприятие загнется раньше, чем ваше. Чего? Я пошутил. Ты, кстати, проверил мои 32 завода? Они работают в нормальном темпе? Да, босс. Ну хорошо. Богатый в 2022. Так, нужно срочно отбить рекламный контракт и снять ТикТок. Как это загрузка ТикТоков не наступна? Ладно, тогда в инсту залью сторис, там пререкламирую. Как это инстаграм больше не работает? Ладно. Пойду в... Пай... Пай... Я не хочу на завод. Доллар, богатый в СССР. О, привет. А я, кстати, доллары продал. Вот это ты правильно сделал. Нечего эту нестабильную, низкоплачиваемую валюту хранить. Согласен. С 5000 долларов вышло 2000 рублей. На эти деньги ведь даже сейчас машину не купить. И не говори. Американцы вообще скоро вымрут из-за этих бургеров. Эх, мерзость. Богатый в 2022-ом. Я доллары продал. А его точно нужно закапывать. А ты как думаешь? Он доллары продал. Что? Доллары продал? А ты, сука, тварь. Папа. Лимонад, богатый в СССР. Можно два стаканчика лимонада? Для меня и моей супруги. Конечно, сейчас налью. Вот вам рубль, сдачи не надо. Серьезно? Это же такие большие деньги. Спасибо. А давайте я вам ничего, литр лимонада в подарок налью. Ну давайте, а что нет? Богатый в 2022-ом. Здравствуйте, можно стаканчик лимонада? Секунду. Вот вам 5000, сдачи не надо. Это че? Что? Стаканчик 10 тысяч стоит. Еще 5000 с тебя. Выезд за границу? Богатый в СССР. Куда направляемся? Париж. Никакого вам Парижа. Это страна иностранный агент. Кто же знал, что не пустят? А я говорила, надо было к бабушке в Бугульму ехать. Богатый в 2022-ом. Дорогая, наконец-то у меня появилось время для нашего отпуска. Покупай любые билеты в любую страну. Мы точно летим. Ну, у нас выбор, в принципе, небольшой. Либо Сочи, либо Подольск. Не знал, что границы закрыты. Богатый в СССР против богатых в 2022-ом. Сочи. Богатый в СССР. 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 Продолжение следует...